здравствуйте друзья с вами вновь роман душкин это видео шпаргалки продолжаем изучать всякие фишки искусственного интеллекта поскольку искусственный интеллект является сквозной технологией цифровой экономики а цифровая экономика это то куда мы стремимся поэтому подписывайтесь на мой канал ставьте лайки зовите друзей и вот это вот все а мы сегодня изучим потрясающую на мой взгляд тему и ни одну видео шпаргалку мы посвятим мы изучим днк компьютер днк компьютер так пару секунд и так тема днк компьютер и давайте посмотрим что это такое и так что такое днк напомню вам кто не помнит биологию днк это дезоксирибонуклеиновая кислота днк закодированная генетическая информация всех организмов кроме некоторых вирусов но вирусы не считаются организмами и поэтому мы можем сказать что днк это основа жизни на нашей планете днк выглядит как такая спираль двойная спираль закрученная за изучение за как бы понимание того как это спираль устроена в свое время ученым открылшим эту структуру была присуждена нобелевская премия вот эти вот шарики которая здесь нарисовал это так называемые нуклеотиды или основания которые составляют генетический код таких основаниях всего четыре а с г и т а это аденин c это цитозин г это гуанин это темин фишка в том что вот эти вот соединения соединения которые здесь в днк присутствуют всегда происходит по парам аденин соединяется только кемином а цитонин только с гуанином цитозин только с гуанином если у нас здесь аденин то здесь всегда кемин если у нас здесь цитозин здесь всегда глонин и так далее это свойство называется комплементарностью все это и многое другое вы можете узнать на специальном плейлисте моего канала который называется биоинформатика канале есть целый раздел посвященной биоинформатике обратитесь пожалуйста туда это канал это плейлист с видео которое снимал для своего старшего ребенка когда он изучал программировать мы там программируем всякие фишки для бинтам и так что же такое компьютер это вычислительная система которая основана на вот этой вот самой двойной спирали днк дизок серибонуклеиновой кислоте почему это возможно по двум причинам первое это вот эти вот буквы а это естественные их нельзя назвать битами поскольку это 4 четверичный код это коды вы наверняка слышали термин генетическая информация и собственно слово информация здесь относится именно к теории информации не просто какая-то аллюзия или метафора это непосредственно а прямое значение слова то есть генетическая информация представляет собой закодированную в четырех буквах информацию вот эти наши четыре буквы а ц г и т это фактически четыре символа нашего алмавита при помощи которых мы можем кодировать информацию если мы хотим перевести это в двоичный код то мы можем сделать очень просто 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 тем самым мы перейдем к обычной для нас двоичной системе исчисления в которой мы привыкли кодировать все таким образом мы можем перевести двоичный код в четверичный код нуклеотидов днк и наоборот собственно поэтому очень понятно что мы можем при помощи днк кодировать информацию то есть запоминать информацию и ее ходил и второе при помощи некоторых ферментов момент это белки которые выполняют различные функции мы можем манипулировать информацию а некоторые ферменты могут разрезать днк в определенных местах некоторые могут добавлять в разрезанные места новые буквы некоторые могут добавлять буквы в конец и так далее таким образом создание днк компьютера основано на химических или точнее биохимических реакциях в пробирке когда мы создаем определенные последовательности нити днк запускаем туда определенные концентрации ферментов различных и все это скажем варится некоторое время а и получается результат впервые идея днк компьютера насколько мне говорит моя память была предложена в 1994 году нет не посмотрю ладно неважно и так впервые идея днк компьютера была предложена в тех годах и при помощи нее была решена задача камевые жор был построен граф эти граф из 7 вершин 1 2 3 4 5 6 вот так вот и 7 нужно было найти давайте вот так вот сделаем иначе не будет решение нужно было найти кратчайший маршрут в этом графе который обходит все вершины например он может быть такой классической задачи камевые жора надо еще вернуться в начальную вершину а и собственно для решения этой задачи были построены и цепочки днк который кодирует каждую вершину ребенок и затем эта пробирка с этими цепочками была оставлена в на некоторое время покоя с определенными ферментами которые усиливали эти реакции и в этой пробирке были приложены были обнаружены цепочки днк различных длин и собственно среди этих цепочек днк была обнаружена цепочка минимальной длины цепочка минимальной длины которая потом была соответственно распарсена на вот эти буквы и так далее и и выделением этих букв которые соответствовали каждому городу был построен маршрут это заняло определенное время но тем не менее это а как бы для семи городов конечно работает не так быстро как традиционный компьютер но в чем фишка днк компьютер массовый параллелизм если мы найдем метод кодирования исходных данных в виде последовательности днк и запустим химические реакции то соответственно все эти химические реакции будут проходить параллельно одновременно в одной пробирке потом мы можем с считать результат если мне не изменяет память 2002 году днк компьютер был разработан для игры крестики ноги крестики ноги он был устроен так каждый клетки из 9 был была сопоставлена пробирка с определенным набором днк в этой пробирке и считалось что компьютер сделал первый ход центр и затем пользователь игрок мог поставить в одну из девяти клеток свой нолик допустим сюда это значит что мы мы должны были выбрать у нас есть 88 днк поставить последовательности соответственно вот этой клетки соответственно допустим первая днк последовательность и мы берем эту днк последовательность и капаем в каждую клетку из оставшихся это обозначает что мы поставили нолик в первую клетку то есть после этого в этих 9 пробирках загорается флюоресирует вот эта клетка потому что это лучший ход среди всех и дальше у нас соответственно есть клетка номер два три четыре пять там нет шесть семь и восемь человек выбирает ход допустим клетку номер два и капает во все во все клетки реактив номер два который за и соответственно компьютер днк компьютер делает ход туда здесь загорается флюоресирует следующая клетка и собственно компьютер выиграл этот днк компьютер показывает оптимальную стратегию для первого игрока который не проигрывает то есть она либо сводит партию в ничью либо выигрывает собственно это был первый такой первая демонстрация успеха биохимических компьютеров и сегодня это технология очень сильно развивается прямо семимильными шагами поскольку это связано и с теорией вычислений и с нанотехнологии единственная фишка которая нас огорчает заключается в том что днк компьютер и вообще биохимические компьютеры не решают никаких более сложных задач чем обычные машины тюринг то есть биохимические компьютеры и в частности днк компьютеры это абсолютно те же машины тюринг которые у нас имеются единственная штука которая они которую они достигают при помощи массового параллелизма является ускорение времени решения определенных задач в том числе некоторых нп полных задач в частности задачи поиск оптимального пути на график однако мы сталкиваемся с проблемой так называемого x space задачи относящиеся к классу x space требуют экспоненциального объема памяти для своего решения собственно если вы вспомните машину тюринга это лента бесконечная лента в обе стороны разделенная на ячейки и по ней ходит считывающие записывающие устройства и задачи x space требуют экспоненциального количества ячеек которые необходимо задействовать программе для решения задачи экспоненциальность от чего зависит от размеров входных данных если у нас допустим одна ячейка заполнена в начале то нам требуется для решения этой задачи некий вот x равен 1 некой константа в степени x если у нас 2 то это соответственно константа в степени 2 а если 3 ячейки заполнены константа в степени 3 понимаете в чем экспоненциальность этой задачи вот это именно x снижают время решения задач хотя это немножко не совсем корректно сказано но время решения задач задача они снижают до того что им требуется экспоненциальное количество пространства памяти и если для решения задач из семи городов задачи каме-выезжора нам потребовалась одна пробирка и там пару пару дней на ее решение то для если у нас есть задача состоящий из 200 городов и нужно найти оптимальный маршрут на графе где есть связь между 200 городами то по оценкам нам требуется пробирка величиной землю такая огромная пробирка там вот все эти днк должны крутиться вертеться в конце концов они достаточно быстро решат проблему но именно экспоненциальный рост объема памяти то есть вы понимаете что 201 город превращает эту задачу объем пробирки в 2 земли 202 города в 4 земли 203 города в 8 объемов нашей планеты и так далее в этом заключается экспоненциальный объем требуемой памяти таким образом днк компьютера или молекулярный компьютер принципе представляет собой новую парадигму отдельную вычислительную парадигму которая может решать отдельные задачи более эффективно чем наши универсальные компьютеры которому все привыкли но само собой разумеется не все так гладко и сегодня решение этих задач из-за того что химические биохимические реакции достаточно медленные все это происходит медленно не так быстро как кремниевые компьютеры но мы конечно можем их ускорить определенными катализаторами ферментами и это часть современных исследований тем более что в нашем организме вот всем это во всем этом множестве клеток биохимические реакции проходят достаточно быстро и мы тоже это изучаем я надеюсь вам было интересно на этом все вам благодарю вас за внимание подписывайтесь на канал ставьте лайки пишите комментарии если что-то непонятно ну а с вами был роман душкин до новых встреч и пока и